Всем привет! Меня зовут Ксения и вы уже, наверное, видели. В прошлых двух видео я показала разгон со 104 долларов, то есть сейчас у меня на счету 1021 доллар, прикиньте. И как бы я за сегодня уже, по сути, и наторговалась, и наснималась, и все такое, но я понимаю, что надо что-то вам правильное рассказать. То есть не вот эти все улыны, разгоны, а прям про правильный трейдинг, что приведет вас к стабильному заработку. Поэтому, если вас интересует заработок на бинарных опционах, я рекомендую досматривать это видео до конца. И, возможно, мои слова как-то изменят вашу торговлю, и, возможно, это видео поможет вам стабильно выходить в плюс. Вот видео возможно, а вот мой телеграм-канал по ссылочке в описании, он прям точно вам поможет выходить в плюс. А если еще и вступите ко мне в закрытую группу в команду, будете со мной торговать там, ой, вообще класс. Ладно, это все, конечно, шутки. Не, ну не шутки, там про команду. Она у меня реально есть, бесплатно обучаю, готова пополнить ваши депозиты до 10 тысяч долларов суммой. Еще и с вами торгую. Но вся информация в описании, потому что не хочу в видосике много времени этому посвящать. А сейчас я надеюсь, что у меня получится правильно, идеально. Поторговать без нарушений правил. Просто запомните такую вещь. Если вы не нарушаете стратегию, если вы не нарушаете правила, то практически нереально слить депозит. Ну или если вы его сольете, то вы уже настолько много заработаете, что для вас этот слив депозита будет, ну, как должно. Я периодически сливаю, но вы видите, как я торгую. То есть вы видите, что я нарушаю правила money management, risk management и так далее. Я тестирую кучу стратегий. Я могу себе это позволить, потому что мой доход с бинарок подстрахован всегда. Если вы 12 часов горбатитесь там в такси, чтобы закинуть на депозит, то вы должны идти по стратегии. То есть если вы не можете себе позволить рисковать суммой депозита, свободно так, знаете, как будто даже не почувствовали, там магазин за молоком сходили. В этом случае, конечно, вообще не стоит, типа, в бинарки суваться, но в целом все же возможно. У меня же тоже когда-то не было денег, и я последнее вкладывала, и у меня получилось. Возможно, и у вас получится. Но только в том случае, если вы будете правильно торговать. Короче, ладно, давайте переходить в площадочку, и там что-нибудь вам полезненькое я расскажу. Так, тут с разгоном мне надо сразу поменять сумму сделки на 50 долларов. Сразу открываюсь на понижение. Смотрите, у нас вот здесь третье касание уровня сопротивления. Диагональное вот раз касание, два касания, улетела цена, и мы как раз на третьем с вами открылись. Что примечательно, почему я открываюсь на 50 долларов? По идеальной стратегии, вообще, мы должны открываться там на 1-2% от депозита, но максимально допустимый процент от депозита – это 5%. То есть, если у меня на сделку загружено не более 5% депозита, то я уже минимизирую риски по сливу депозита. Но здесь я не говорю про то, что я могу налепить там кучу догонов с этих же 5%. У меня в итоге все 100% в сделку идут. Что у нас по точкам? Если вы помните, вот разгон, который до этого был, там у меня как раз на этом третьем касании была открыта сделка на повышение. просто в надежде поймать вот это маленькое движение. Я рисковала всем депозитом, даже не 5%, я рисковала всем депозитом, просто вспоминая. Так, у нас достаточно часто же бывает вот это вот колебание, там с учетом того, что минутный таймфрейм, откроюсь я там на 3 минуты и поймаю. И как раз реально ровно 3 минуты цена была за пределами данного диагонального уровня сопротивления. Что могу сказать? Повезло? Повезло. Да, сыграл там опыт какую-то роль. Да, он мне подсказал что-то, что не надо сейчас открываться от этого уровня. Хотя, если бы я открылась по стратегии, там, как надо, на минутном таймфрейме на 5 минут вниз, сделка бы вниз спокойно вообще без нервов зашла, понимаете? Ой-ой-ой. Давай вниз иди. Но суть остается сутью. Сейчас я хочу вам показать идеальный трейдинг и зайти здесь ровно на третьем касании, ровно на касании уровня с 5% от депозита в сделку, это правильно, это идеально, это то, что может вас привести к стабильности. Опять же, в теории, в теории, в таких ситуациях можно ловить прям алыны, вабанки, там, разгоны и так далее, но вы должны понимать, что у нас существует тело депозита, вы должны понимать, что у нас существует такое понятие. Блин, я сейчас поняла, что я не знаю, как оно в трейдинге называется, в покере это называется банкролл. То есть банкролл в покере это сколько у вас всего есть денег на турниры. Боин – это стоимость входа в турнир, из разряда давайте считать, что Боин – это наш депозит, а банкролл – это количество наших депозитов, лежащих в кармане, из разряда. У меня 1000 долларов на депозите, сколько таких депозитов у меня лежит свободно сейчас в кармане. Так, сразу вниз. И на 5 минуточек еще думаю. Здесь я сейчас открылась на продолжение движения. То есть пока я сейчас говорила, я все это время смотрю на график, думаю, так, надо будет сейчас не забыть сразу открыться на понижение. Вот. И тут стоит вопрос, сколько ваших депозитов у вас лежит? Блин, наверное, мне стоит следующий видосик, или может на следующей недельке записать прям по теории, по тому вот сколько зарабатывать. Механика такая, смотрите, у нас сейчас доход с каждой сделки по 30 долларов. То есть из депозитов 1000 долларов за 3 сделки я зарабатываю 90. Ну, если они сейчас в плюс зайдут. Что такое 90 долларов за 3 сделки в день? Это 1800 долларов в месяц, если торговать только по будним дням. То есть депозитов 1000 долларов. Никто вам такой доходности, в принципе, гарантировать не может, кроме вас. Вы сами себе можете гарантировать такую доходность, просто совершая 3 сделки в день в плюс. То есть можно там их добить, догнать и так далее. Ну, уйдет у вас на это, например, не 10 минут, а 30 минут, час. Но прикольно же, когда за час времени в день вы можете зарабатывать там 160 тысяч рублей. 160 тысяч рублей в месяц вы можете зарабатывать, уделяя этому час в день. Это из хороших новостей. Из плохих новостей, чтобы прийти к такому результату, вам сначала надо месяц не спать, не есть, из дома не выходить, вообще не отходить от компьютера и просто изучать теорию. Но, опять же, есть более простой способ. Лучшая стратегия для бинарных опционов у меня выложена для моей команды закрытой. Как туда попасть, у меня есть в Телеграм-канале инфа. И, в принципе, если по той стратегии прям четко совершать по 3 сделки в день, прям четко, как описано, но там я в стратегии говорю не про 5%, а про 1%, потому что там мне надо было что-то прям сильно гарантированное дать людям. Блин, я все же, да, я запишу про это отдельное видео, точно. Потому что я вот сейчас смотрю на эти цифры, я-то с разными депозитами торгую, у меня сейчас такая плавающая торговля в плане стратегий, в плане подходов. Парочку минут остается. Я думаю, что здесь уже стопудовая сделочка зайдет. То есть я не вижу вообще предпосылок, чтобы цена как-то сейчас отскочила вверх. Но вижу, конечно, диагональный уровень поддержки, прям невооруженным глазом его видно, но цена еще не коснулась данной зоны. Короче, ладно, вот суть правильного трейдинга. Нашли офигенскую точку для входа, вы ее можете не сразу увидеть. Почему, например, я сейчас ее сразу вижу, потому что я целый день практически там на этом активе торгую. Я вообще сегодня весь день торгую, и практически все активы у меня сегодня уже в подсознании сидят, как они сегодня себя ведут и так далее. Когда вы только приходите к компьютеру, когда вы только начинаете торговать, вам надо сначала вообще понять, что сегодня происходит на рынке. По факту вот все вот эти финансовые рынки, это примерно как погода на улице. Вы же перед тем, как выйти на улицу, вы же смотрите в окно, выходите на балкон, я не знаю, смотрите сколько градусов. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот. И здесь аналогичная ситуация. То есть перед тем, как понять, как одеваться на рынок, так скажем, нам нужно понять, какая погода. Далее. Соблюдать money management, то есть не пытаться отбить как-то минус, не пытаться лепить там по миллион процентов на сделку и вовремя останавливаться. Все. И вы зарабатываете на трейдинге, вы больше не ходите в пыльный офис. То есть заморочек тут особо нет. Если вы игроман, если вы лудоман, как я, в этом случае вообще, конечно, я бы посоветовала бежать от бинарок. Но так как я тоже игроман и лудоман, я понимаю, что вы этого сделать не можете. Но вы точно можете сами себя пообещать соблюдать стратегию. Парам-пам, плюсик есть. Я думаю, что на этой прекрасной ноте я больше ничего открывать не буду, потому что моя цель была записать идеальную торговлю, правильную торговлю. В принципе, я это и сделала. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошее настроение, всем огромного профита, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok